Воскутное шитье, валяние, вышивки, народные росписи и даже костюмы. В Перворайске открыли выставку, посвященную мифологии Древней Руси, обычаям и традициям славянской культуры. Ритмы наших истоков уже смогли оценить первые посетители и наша съемочная группа. Это как знак воды получается, а это уже знак земли. То есть обязательно идет полосатость такая к концу. И вышивка, которая созвучна, как на рукавах, которая имеет, допустим, мировое древо. В изображении мирового древа крона олицетворяет будущее, небесный мир, ствол, настоящее, а корни мир предков. В этом народном костюме каждый узор несет в себе историю и символику. Орнаменты в древней русской культуре не только имели глубокий смысл, но и обладали магическим значением. Это богиня-берегиня. Она обязательно присутствовала во всех изображениях, вышивках. И она самая главная. То есть это та богиня, которая сохраняет все живое на земле. Такой орнамент, говорят педагоги, придает картине особый образ и энергетику. А сама берегиня олицетворяет красоту и выразительность славянской культуры. На совместной выставке работ учеников и преподавателей детской художественной школы можно прикоснуться к народным традициям. Выставка направлена на ознакомление детей с их культурой, с получением визуального опыта, чтобы дети могли через это проникнуться русской культурой, чтобы они через это начали интересоваться культурой, начали интересоваться историей. Мифологические птицы древней Руси, праздники и обычаи предков, народные мелодии и мотивы. На выставке более 30 работ, представленных в различных техниках. Например, в мезинской росписи. В ней используют только два цвета – черный и красный. Этот русский промысел зародился в конце 19 века. Юная художница София Калегина рассказывает, в такой картине можно изобразить много деталей, передающих и внутренний мир героя, и все, что происходит вокруг. На ней изображен пастух, он дует в рог, охраняет свое стадо. На его плечах бегут вошадки его стада, и весь окружающий мир в мезинской росписи отражается на его одежде. И птицы, и солнце, обязательно мировое древо, мировая ось. Первые гости выставки – ученики художественной школы. Им предлагают стать ближе к традициям славянских народов. Для этого устраивают древний обряд, в котором хлеб олицетворяет благополучие, а соль зачищает от враждебных сил. Отрываем кусочек коровая, макаем в соль и кушаем. Как говорят юные посетители, здесь можно узнать то, чего не рассказывают на школьных уроках. На этой выставке можно очень много узнать о персонажах из фольклора, о самом фольклоре, орнаменте. Мне очень нравятся работы, стилизованные под 17-18 века. Мне бы самому хотелось бы такое нарисовать, такое чудо. Выставка «Ритмы наших истоков» открыта в детской художественной школе до конца сентября. Время работы с 8 до 17 часов. Дмитрий Солюков, Петр Спиридонов. Новости Первоуральск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова